МДС Итак, я вам позволю напомнить, что же такое мелодиспластический синдром. МДС – это гидрогенная группа клональных заболеваний кроветворения, для которых характерен в той или иной степени выраженности цитопенический синдром, начинает банальная анемия и заканчивая трехросковой цитопенией, признаками дизмилопоэза, которого является как в периферической крови, так и в костном мозге, достаточно высокой частотой выявления клональных аномалий и высокая частота трансформации для этого заболевания характерна в острый лейкоз. Приблизительно каждый третий пациент имеет перспективу и в реальности трансформируется в острый лейкоз. В основе патогенеза лежит появление мутации в стволовой клетке, которая развивается под воздействием всевозможных. Внешних факторов. И вот эта мутация приводит к тому, что появляется клональный гемопоэз, о чем говорил Вадим Вадимович. И дальше запускаются многогранные факторы. В первую очередь это реакция иммунной системы на появившиеся клональные гемопоэз и попытки иммунной системы убрать этот клональный гемопоэз. Это приводит к тому, что появляется изменение цитокинового ответа, появляется изменение со стороны стромы костного мозга. Так, в 90% случаев у больных МДС отмечается повышение Т-лимфоцитов. И помимо этого, до 50% по данным разных авторов, эти Т-лимфоциты клональные. При том, что даже в ряде случаев, а это приблизительно 3%, выявляется мутацией 103, которая характерна для больших гранулированных лимфоцитов и для Т-лимфопролиферации. Вот эти изменения стромы, изменения иммунного ответа приводят к тому, что всё-таки не удаётся, в ряде случаев может быть и удаётся, но в другом направлении изменить клональный гемопоэз. И если остаётся вот этот клон, дальше происходит каскад событий. Увеличивается апоптоз, увеличивается пролиферация. И пока апоптоз превалирует над пролиферацией клеток костного мозга, то МДС находится в таком тлеющем состоянии. Как только пролиферация начинает превалировать над апоптозом, и апоптоз блокируется, то начинается медленная эволюция в сторону острого миелоидного лейкоза. И на этом слайде представлено о том, какие же мутации чаще всего выявляются. И чаще всего есть такая теория о том, что драйверными мутациями являются мутации генов, участвующих в сплайсинге. И есть даже такая теория о том, что мутация гена СССР и БИВАН является первичной. А последующие мутации уже наслаиваются на эту мутацию СССР и БИВАН. Мне бы хотелось вам напомнить о том, что эта мутация встречается не только при мелодиспластическом синдроме, так и при МДС она встречается в 30% случаев больных с мелодиспластическим синдромом. Но также и при лимфопроферативных заболеваниях, и при хроническом лимфолейкозе эта мутация не несет такого благоприятного фактора, как при мелодиспластическом синдроме. И, конечно же, дальнейшие мутации, они несколько видоизменяют течение мелодиспластического синдрома, и в том числе могут обуславливать трансформацию в острый лейкоз. На этом слайде представлено о том, что приблизительно в 90% случаев у больных выявляются те или иные мутации. И чаще всего у больного МДС можно выявить от 2 до 3 в среднем, да, 2-3 мутации. И это больные, у которых чаще всего встречается нормальный кариотип, а не комплексный кариотип, который уже априори определяет неблагоприятный прогноз развития заболевания. Помимо того, что клональное кровотворение обуславливается мутациями, в том числе и встречаются изменения на уровне хромосомы. И чаще всего эти аномалии затрагивают 5-ю хромосому, это 30% аномалий от всех пациентов мелодиспластическим синдромом, 7-ю хромосому, 3-ю, 20-ю, 8-ю. И, конечно же, всем хочется выявить ту хромосому, которая бы определила тактику всей терапии при мелодиспластическом синдроме. Но, к сожалению, такой единственной хромосомы нет. И приблизительно в 40-70% аномалий кариотипа выявляются у больных мелодиспластическим синдромом. И по мере увеличения количества бластов в костном мозге увеличивается и частота выявления аномалий кариотипа. На этом слайде представлены характеристики этих аномалий. И к очень хорошему прогнозу относятся минус Y и телец 11Q. К хорошему помимо нормального кариотипа относятся телец 5Q, телец 12P, телец 20Q и двойные вместе с телец 5Q. Но это имеется в виду те двойные, которые находятся в одних метафазах. А не так, что в одних клетках находится 5Q, а в других, допустим, находится трисомия 8. И если посмотреть на благоприятные и неблагоприятные аномалии кариотипа, то более чем в 70% случаев выявляется благоприятная аномалия кариотипа. В то время как неблагоприятные и очень плохие выявляются приблизительно в 10% случаев. Также в 10% случаев встречается комплексный кариотип, который уже существенно изменяет скорость развития и течения мелодиспластического синдрома. Но помимо того, что в дебюте заболевания выявляются те или иные аномалии кариотипа, то по мере эволюции мелодиспластического синдрома и по мере его развития из рефрактерной аномии в МДС с избытком бластов, а дальше в острый миелоидный лейкоз, могут встречаться новые аномалии кариотипа, которые могут встречаться как в ранее выявленном измененном кариотипе, так и встречаться новые поломки. И это явление встречается более чем в 30% случаев от больных, которые эволюционировали в острый лейкоз. И, как видите на этом слайде, пациенты, у которых появляются новые аномалии кариотипа, это красная линия, они имеют худшую выживаемость по сравнению с теми пациентами, у которых прогрессия в острый лейкоз не сопровождается новыми аномалиями кариотипа. Вот это клональное кроветворение характеризуется не только измененными генами и измененными хромосомами, но также изменяется и структура, иммунофенотип бластных клеток при мелодиспластическом синдроме. И это можно выявить при иммунофенотипировании клеток именно костного мозга. И именно измененное соотношение, это анализ компартнета CD34 позитивных клеток, анализ гранулоцита, в частности, выявление гипогрануляции не только при морфологическом исследовании костного мозга, но и при иммунофенотипическом исследовании, позволяет более точно сформулировать, особенно в тех случаях, когда нет избытка бластов, диагноз мелодиспластического синдрома, именно иммунофенотипирование, помогает нам порой дифференцировать это клональные порой изменения, либо это неклональные изменения костного мозга. И уже на более таком макроскопическом уровне мы видим, что то клональное кроветворение, которое привело к развитию мелодиспластического синдрома, уже имеет четкие морфологические признаки. Это признаки дисмейлопоэза, которые должны встречаться более чем в 10% клеток от каждого ряда. В частности, гранулоцитарный ряд – это изменение количества бластных клеток, это признаки дисгранулоцитопоэза, чаще всего это гипогрануляция в клетках гранулоцитарного ряда, и чаще всего гипогрануляция оценивается в мелоцитах, это псевдопельгеровская аномалия, и это также ассинхронизация созревания ядра и цитоплазмы. Следующий росток – красный ряд, эритроидный росток. И чаще всего мы видим именно признаки дезритропоэза, которые нам нередко описывают, и мне бы хотелось подчеркнуть, что эти признаки дезритропоэза встречаются не только при мелодиспластическом синдроме, но и при многих других заболеваниях, в частности при апластической аномии, при системной красной волчанке могут встречаться, при вирусных инфекциях. И очень важно понимать, что вот это четко признаки дисплазии, которые характерны для НДС, или за этим еще что-то стоит другое, с чем нужно разбираться. И наиболее часто дезритропоэзом, признаками дезритропоэза является меглобластойный оттенок в клетках ритроидного ряда, изменение численности, количество клеток ритроидного ряда, как от парциальной красноклеточной аплазии, так и до расширенного ростка. И самое главное, это выявление кольцевых форм синдробластов. Вот, Вадим Вадимович, подскажите, пожалуйста, вас окрашивают на кольцевые синдробласты в городе? Косный мозг или нет? Окрашивают. Окрашивают, да? Хорошо. И просто я вот не всегда вижу в заключениях окраску на синдробласты. Это далеко не всегда делается. Как? Ну, тут я с вами согласен. Вот надо очень четко понять, что у всех больных, у которых есть рефрактерная анемия, и это не всегда является мелодиспластическим синдромом, да? Анемия, которая не отвечает на препараты железа, витамина В12, полиокислоты. Мы обсуждали о том, что человек с гипохромной анемией, микроцитарной, с высоким уровнем железа в крови, должен проверяться обязательно на... Кольцевые формы синдробласты. Да, и мне кажется, что вот, к сожалению, гематологи недооценивают важность исследования костного мозга и на кольцевые синдробласты. И следующий росток – это мегакариоцитарный росток, который также для того, чтобы оценить степень дисплазии, необходимо почитать не менее 25 мегакариоцитов костном мозге. И наиболее характерными признаками являются микроформы мегакариоцитов. Они представлены на левом слайде. Мегакариоциты – это двуядерные мегакариоциты и мегакариоциты сепарированными ядрами. Это вот самый крайний снимок мегакариоцитов. И очень важно понимать, что не всегда морфологи могут оценить правильно мегакариоциты в костном мозге. Они могут их порой пропустить и могут не понять, что это мегакариоциты. При гистологическом исследовании костного мозга, при милодиспластическом синдроме также выявляются признаки дизмилопоэза, дизгранулоцитопоэза, дизмегакариоцитопоэза, дизридропоэза. И самое главное, что дизмегакариоцитопоэза очень хорошо порой виден именно при гистологическом исследовании, а не при цитологическом исследовании костного мозга. Потому что иммуногистохимическое исследование позволяет выявить 61-позитивные мегакариоциты, которые при обычной окраске могут выглядеть как просто моноцидные клетки. Если не проводить иммуногистохимическое исследование, то можно просто не увидеть, что у пациентов на самом деле этих мегакариоцитов очень много, и они все дискластичны. Помимо всего прочего, трепанобиопсия позволяет выявить изменения архитектоники, что очень характерно для МДС, и выявить изменения клеточности и, самое главное, наличие фиброза в костном мозге. На сегодняшний день есть диагностические критерии для верификации мелодиспластического синдрома, они очень четкие, и мне бы хотелось напомнить, что МДС – это не то, что непонятно, это на самом деле то, что очень понятно, и то, что имеет очень четко очерченные границы. И необходимыми критериями является стабильная цитопения в одном и более разках кроветворения в течение более чем четырех месяцев, это уже не полгода, как ранее, а это уже четыре месяца. При этом снижение гемоглобина менее 110 грамм на литр, снижение тромбоцитов менее 100 и нитрофилов менее 1800. И мне бы хотелось подчеркнуть, что даже если у больного есть одноразковая цитопения, и мы при генетическом исследовании выявляем характерные хромосомные изменения, и у больного гемоглобин, допустим, 120, то это все равно позволяет нам верифицировать диагноз мелодиспластического синдрома. Вот я и хотел сказать, что на самом деле у нас нет, за исключением морфологической картины, четких представлений о том, что такое мелодиспластический синдром. Поэтому я думаю, что в огромном количестве ранней формы мелодиспластического синдрома, которые еще не успели вызреть в трехростковой и двухростковой цитопении, и в трехростковую или двухростковую морфологически измененную картину костного мозга, недодиагносцируются. Самый простой пример – это анемия пожилого возраста. Она встречается в 15% случаев после 65 лет. И из нее от 15% до 30% случаев не имеет никакого объяснения. И чем больше наблюдают за этими пациентами динамики, тем чаще они вызревают мелодиспластический синдром. То есть мы все-таки пока в этом огромном муравейнике, в котором мы встречаем в виде пациента с конкретными клиническими проявлениями, все-таки нам сложно найти вот этот первоначальный какой-то признак, который мог бы ставить этот диагноз на ранних этапах, еще до того, как они вышли через год, через два в эти состояния. Или я не прав? Я думаю, на этот вопрос можно ответить, если взять срез. Вот профилактические осмотры, в которых обязательно должен быть включен общий анализ крови с подсчетом тромбоцитов и ретикулоцитов, которые на сегодняшний день не входят в профилактические осмотры, которые диспансерные наблюдения. И когда врач... Общий анализ не входит? Нет, его исключили. Или подсчет ретикулоцитов? Нет, общий анализ исключили. А как это у нас? Там другие гемоглобины и лекарства у нас? Да, да, да. Гемоглобины и лекарства? То есть неразвернутый анализ? Неразвернутый анализ, да. И на мой взгляд, ведь я этот слайд убрала, не стала говорить о том, что заболеваемость, она увеличивается с возрастом. И у пациентов старше 80 лет заболеваемость составляет 80-120 человек на 100 тысяч населения. И если, наверное... Вопрос номер два. Мы сейчас получаем автоматические анализаторы крови 21-го поколения, которые смотрят, ну, все подряд. Может быть, можем ли мы рассчитывать на то, что на каком-то из этапов вот этот вот сильно продвинутый анализатор будет выдавать нам группу риска для мелодиспластического синдрома по анализу периферической крови? Вот, видя, как считают, порой считают автоматические анализаторы формулу крови... Вряд ли. Вряд ли. Потому что это не всегда соответствует действительности. Но с эритроцитами они делают буквально чудеса. С эритроцитами, с ретикулоцитами, с тромбоцитами. И если еще брать пробирку не с ЭДТА, да, то, естественно, можно исключить ЭДТА, ассоциированный тромбоцитопени. Конечно же, анализаторы помогают. Но самое главное, еще второй момент. Чтобы терапевты умели правильно интерпретировать те изменения в анализе крови, которые они, по сути, должны видеть. Эдва не будет никогда. Сегодня ко мне пришла пациентка с динамическим анализом крови. 7 тысяч лейкоцитов, 10 тысяч лейкоцитов, 12 тысяч лейкоцитов с мелоцитом, метроцитом. И последним анализом СОИ до 60, последним анализом 6 тысяч клеток, нормальная формула и СОИ 37. Ее прислали с диагнозом лейкоз. Терапевты. Спрашиваю, в чем дело? Температура 39-45 минут. Прошла температура, нормализовалась формула. А прислали с диагнозом лейкоз. И это терапевты. И это не конечный случай. На терапевтов не рассчитывайте. Только на анализаторы. Я думаю, что надо рассчитывать на анализаторы вкупе с терапевтами. Причем, на секундочку, это была, так сказать, поликлиника мэрии. То есть им тоже непросто. Не надо их рук. Я имею в виду сотрудников мэрии. Не врачей поликлиники. Возвращаясь к МДС, что решающими критериями для верификации диагноза является выявление более чем 10% клеток признаков дезмиилопоэза, выявление в увеличенном проценте кольцевых форм сидоробластов более 15 безмолекулярного анализа и более 5 с выявлением мутации вкупе с выявлением мутации генеза в Среби-ВАМ. И увеличение процента бластных клеток от 5 до 19 в костном мозге и от 1 до 19 в периферической крови. Опять же, решающими критериями является выявление аномалий кариотип, которые характерны для милодиспластического синдрома. Это аномалия 5, 7, 20, в том числе и методом ФИШ. И дополнительные критерии, когда они срабатывают тогда, когда есть необходимые критерии, но нет решающих критериев. И это самые, наверное, сложные пациенты, у которых есть аномия трансфузионно-зависимая, либо есть ликопения, но нет признаков дизмилопоэза. В таких ситуациях может помочь иммунофенотипирование клеток костного мозга. Но опять, при МДС баллы по шкале МДС-скор могут быть от 0 до 10. И вот эти значения, когда 0 баллов, и даже проточный аппарат не выявляет признаки дизмилопоэза, очень сложны для трактовки. Также атипичная картина, гистологическая картина, не атипичная, гистологическая картина, которая характерна для милодиспластического синдрома, и молекулярные маркеры. Я думаю, что это наше какое-то ближайшее будущее. И вот опять же, дифференциальный диагноз между МДС и при МДС. За рубежом это называется как идиопатическая цитопения неопределенного значения, идиопатическая дисплазия неопределенного значения, клональный гемопоэз неопределенного потенциала и клональная цитопения неопределенного значения. То есть, наверное, это то, что, если брать цитопения, то, что мы раньше называли цитопения неясного генеза. И пациент с этими цитопениями ходил, и возвращаясь к клональному гемопоезу неопределенного потенциала, неопределенного значения, хотелось бы подчеркнуть, что у этих пациентов дисплазия не определяется, у этих пациентов нет цитопении по тем критериям, о которых я говорила. У этих пациентов могут выявляться молекулярные маркеры, но при аллельной нагрузке больше 2% немного, и у этих пациентов нет увеличения бластных клеток, и при этом может выявляться какой-то цитогенетический клон. Единственное, мне всегда так интересно, а почему этих пациентов пунктировали, и почему у них смотрели цитогенетику, если у них анализ крови нормальный. Не могу понять для себя пока. И у этих пациентов, у которых выявляется клональный гемопоез, у них вероятность развития гематологического заболевания увеличивается на приблизительно 1% в год. И мне бы хотелось показать этот график, который показывает, что по мере взросления нас с вами, не хочется говорить о старении, хочется говорить о взрослении, частота выявления клонального кроветворения увеличивается. И у пациентов старше 80 лет частота выявления клональных изменений в костном мозге без изменений в анализе крови и без выявления признаков дисплазии составляет максимально 16%. И мне бы хотелось подчеркнуть, что это тоже современные данные, о том, что именно эти пациенты, если у них выявляется другое заболевание, например, у них есть клональный гемопоез и лимфопролиферативное заболевание. И от момента начала лечения лимфопролиферативного заболевания у этих пациентов увеличивается вероятность, по сравнению с теми пациентами, у которых было точно такое же лимфопролиферативное заболевание, но не было клонального гемопоеза, у них вероятность развития вторичных МДС, острых лейкозов, мелопролиферативных заболеваний достоверно выше, чем по сравнению с теми пациентами, у которых не было клонального гемопоеза. И те люди, которые являлись донорами, и у них на момент забора костного мозга или стволовых клеток выявлялось клональное кроветворение, их костный мозг приживляется хуже и больше проблем с его приживлением по сравнению с теми здоровыми донорами, у которых клональный гемопоэст не определялся. Идеальный пациент 25-28 лет, который вырос в деревне, отслужил в армии, который вырос на нормальной еде, именно это считается идеальным пациентом, как донор костного мозга либо стволовых клеток. А те доноры, которые после 60 лет, либо 50-60 лет, конечно же, с приживлением костного мозга могут быть проблемы. Но все равно эти пациенты, эти доноры тоже рассматриваются как доноры стволовых клеток. Алгоритмы диагностики и обследования написаны в нашей серой книге, эти книги у вас есть, я не хочу на этом останавливаться. Мне бы хотелось сказать, что для верификации диагноза МДС необходимо полное исследование костного мозга, которое включает в себя цитологическое, цитохимическое исследование, цитологических препаратов, цитогенетическое исследование, желательно иммунофенотипирование клеток костного мозга для определения МДС-кор. Идеальный вариант, когда мы можем выявить и посмотреть мутации тех или иных генов, которые характерны для изменений, для мелопроферативных заболеваний, в том числе и для мелодиспластического синдрома. И, конечно же, очень хорошо, когда можно сделать иммунофенотипирование периферической крови или костного мозга для выявления ПНГ-клона. Он выявляется при МДС в 20% случаев, и чаще это пациенты с гипоплазией кроветворения. И молодые пациенты, это моложе 60-65 лет, должны обязательно проходить ошелятипирование для поиска донора как в российском, так и в международном регистре. Это классификация мелодиспластического синдрома, ее сравнительная характеристика. И мы уже об этом как-то говорили, но мне бы хотелось вам напомнить, что в новой классификации ВОЗ МДС 2017 года произошли очень большие изменения. В первую очередь, они касаются названия, номенклатуры диагноза. Второе, они затрагивают пересчет кольцевых форм сидробластов в зависимости от наличия мутации. И в третьих, это расширение понятия МДС 5-ку-минус. И в четвертых, это подсчет бластных клеток в костном мозге. На сегодняшний день выявляют МДС линейной дисплазии. И мы пишем МДС линейной дисплазии, двоеточие, рефрактерная анемия, либо рефрактерная тромбоцитопения, либо рефрактерная нейтропения. Но два последних варианта, они встречаются крайне редко и составляют приблизительно 2-3% от всех больных МДС. В то время как рефрактерная анемия – это частый вариант мелодиспластического синдрома и наиболее требующий длительного обследования и верификации именно диагноза мелодиспластического синдрома. Следующий вариант – это МДС мультилинейной дисплазии. Мы сейчас не пишем МДС, двоеточие, рефрактерная цитопения с мультилинейной дисплазией. Мы сейчас должны писать МДС с мультилинейной дисплазией. И она может проявляться как 2-х, либо 3-х ростковой цитопения с 2-х и 3-х ростковой дисплазией. При этом аномалии кариотипа могут быть совершенно разные без увеличения процента кольцевых форм синдробластов. Следующий вариант – это МДС с кольцевыми синдробластами. И в новой классификации есть два варианта – МДС с кольцевыми синдробластами и линейной дисплазией, и МДС с кольцевыми синдробластами и мультилинейной дисплазией. Наверное, МДС с кольцевыми синдробластами – это такой стойкий вариант, который не исчезает из классификации, начиная с 1982 года. И ключевым изменением является пороговое значение кольцевых форм синдробластов. Если у нас нет возможности посмотреть мутацию гена S3B1, то мы ориентируемся на порог 15%. Если у нас есть возможность оценить наличие мутации гена S3B1, то при выявлении этой мутации порог кольцевых форм синдробластов снижается с 15% до 5%. Если кольцевые синдробласты меньше 5% и выявляются мутации гена S3B1, то МДС носит название любое другое. Например, МДС с линейной дисплазией и рефрактерной анемией, либо МДС с мультилинейной дисплазией. В этой ситуации уже кольцевые синдробласты не могут учитываться. На этом слайде представлены, как выглядят кольцевые синдробласты. Это достаточно захватывающая картинка. Мне бы хотелось сказать, что зачастую, когда гранулы железа находятся в таком количестве, ярко окрашиваются, занимают больше, чем 80% вокруг ядра, то здесь, конечно же, нет никаких сомнений, что это действительно кольцевые синдробласты. Но когда гранулы немного и они очень маленькие, тогда морфологи могут неправильно оценить наличие кольцевых форм синдробластов. Именно при этом варианте мутации гена S3B1 выявляется более чем 80-90% случаев больных с кольцевыми синдробластами. И эта мутация несет за собой благоприятный прогноз. На этом слайде представлено, что больные, у которых выявляется мутация этого гена, живут достоверно лучше, чем те пациенты, у которых мутация не выявляется. Это верхняя кривая. И вероятность трансформации в остроликоз у этих пациентов достоверно ниже, чем у пациентов, у которых дикий тип гена S3B1. И выявление мутации гена S3B1 является признаком благоприятного ответа на эритропоэстимулирующие факторы, а также на хилаторную терапию. И мне бы хотелось подчеркнуть, что проводить оценку наличия кольцевых форм синдробластов необходимо в дебюте заболевания. Не тогда, когда человек уже получил полгода терапии железом и 20 трансфузий, потому что накопление железа в виде кольца вокруг кедра будет также происходить при длительной терапии препаратами железа и также при трансфузионной терапии донорскими эритроцитами. МДС изолированной делецей длинного плеча 5-х хромосомы. Очень интересная болезнь, я бы так сказала, потому что именно потеря длинного плеча 5-х хромосомы несет за собой определенную клиническую картину. Но не всегда 5Q- это МДС 5Q-. Тавтология такая. Потому что делецей длинного плеча 5-х хромосомы встречается в 30% случаев. И она встречается в том числе при рефракторных аномиях с избытком бластов, при МДС с избытком бластов. Она может встречаться при острых лейкозах, она может встречаться при мелопролиферативных заболеваниях. И тогда это уже будет не МДС, а другой нозологический вариант. И она встречается не только как моноделеце, но она может встречаться и с другими изменениями, а также в составе комплексного кариотипа. И позвольте вам напомнить, что у больных со вторичными мелодиспластическими синдромами, которые развелись после предшествующей лучевой цитостатической терапии, помимо аномалий 7-х хромосомы, также часто встречаются аномалии 5-х хромосомы. И на этом слайде представлена картина, как живут пациенты с изолированной дилецией 5Q-, с двумя изменениями, когда к 5Q- присоединяется еще какая-то аномалия, за исключением аномалии 7-х хромосомы, и 3 и больше аномалий. Как видите, вот эти две верхние кривые, различий достоверных нет в общей выживаемости. И анализируя достаточно большой материал, это более 500 человек. Были сделаны следующие выводы, что фактором благоприятного прогноза при выявлении 5Q- является женский пол. И позвольте напомнить, что у мужчин тоже встречается 5Q-. Но в этих ситуациях уже она не несет той благоприятной поломки, как у дам. Возраст моложе 60 лет, тромбоциты более 150 тысяч, и это может быть даже тромбоцитоз до 1,5 млн и больше, бласты в костном мозге меньше 5% и дополнительная аномалия, за исключением аномалии 7-х хромосомы. И в этой ситуации нам всегда нужно четко верифицировать. Это вариант МДС с изолированной дилецией длинного плеча 5-х хромосомы, либо это МДС с избытком бластов, либо это острый лейкоз. Это очень важно, потому что я нередко вижу такие выписки, когда написано МДС РАИП-2, 5Q- синдром. У вас ничего это не вызывает никакого замешательства? Это все равно, что сказать, ишемическая болезнь сердца 1, ишемическая болезнь сердца 3. Что-то такое по аналогии. Потому что на самом деле это неправильно, потому что действительно неправильно. Что такое 5-ху-минус синдром? В 1968 году был описан этот 5-ху-минус синдром. Это пожилые женщины старше 60 лет, у которых выявлялась макроцитарная аномия, с тромбоцитозом, либо с нормальными тромбоцитами, без избытка бластов, которые имели длительный период рефракторной аномии, которая не отвечала на терапию препаратами железа и витаминами группы В, и имели такое благоприятное течение в течение длительного времени. Вот что такое 5-ху-минус синдром. При отсутствии других цитогенетических аномалий. Людей смущает синдром. Они не понимают, что под синдром поднимается конкретная клинико-катологическая ситуация. Они думают, что синдром – это как раз дилетция 5-ху-минус. Да, синдром все-таки – это клиническая картина, клинико-морфологическая картина. И также, помимо того, что 5-ху-минус несет определенную такую клиническую картину, было выявлено, что даже разные участки дилетции длинного плеча 5-х хромосомы несут за собой разные и прогнозы. Так, дилетция участка 5-ху-31, 5-ху-32 более неблагоприятная. У этих пациентов чаще выявляется трансформация в остролейкоз, чем у пациентов, у которых есть дилетция участка 5-ху-32, 5-ху-33. И у меня к вам вопрос. Как вы думаете, у больных, у которых выявляется 5-ху, у этих пациентов риск трансформации в остролейкоз высокий или низкий? Или такой же? У женщин благоприятный. У любых. У любых людей. Если нет других цитогенетических изменений, то не выше. Он такой же, 20% пациентов имеет вероятность трансформации в остролейкоз. То есть, по сути, если мы говорим о 30-х, 20-х, 30-х, это идёт одно и то же значение. То есть, это не то, что 5% и 30%. То есть, всё-таки, да, пациент из 5-ху-минус имеет достаточно высокую вероятность прогрессии в остролейкоз. Так, это мы уже прошли. И МДС с избытком бластов 1, это тогда, когда бласты меньше 10% в костном мозге. То есть, по сути, те же самые критерии, как и были раньше, при рефакторной анемии с избытком бластов. Но мне бы хотелось подчеркнуть, что если мы в костном мозге, в бластных клетках выявляем палочки ауры, то вне зависимости от процента бластных клеток, это будет МДС с избытком бластов 2. И вот у нас сейчас был клинический случай, когда у пациентки выявили 6% бластных клеток в костном мозге, но в этих клетках были палочки ауры. И она автоматически переходит в группу МДС с избытком бластов 2, при котором чаще встречаются бластные клетки в костном мозге от 10 до 19, в периферической крови от 5 до 19. При этом процент кольцевых седробластов может быть совершенно друг разный, от 0 до 90%. И так же, как и любые аномалии кариотипа. И, как я уже говорила ранее, в новой классификации ВОЗ-2017 большое уделяется внимание тому, что не надо пересчитывать процент бластных клеток в зависимости от ширины красного ряда. Мы это уже неоднократно обсуждали. Это основывается на анализе большой когорты пациентов, в которых видно, что что пересчитывать, что не пересчитывать, выживаемость этих пациентов достоверно не меняется. И на сегодняшний день процент бластных клеток пересчитывается, подсчитывается от всех клеток костного мозга. И неклассифицируемый МДС, когда, допустим, при 5 ку-минус выявляется трехросковая цитопения, тромбоциты меньше 100 тысяч. Это называется неклассифицируемый МДС. Либо есть клиническая значимая цитопения трехросковая и всего лишь одноросковая дисплазия. Либо вот встречается 1% бластных клеток в периферической крови, когда при том, что нет увеличения процента бластных клеток в костном мозге, и это бласты не 1% выявляется в нескольких анализах, не менее чем в 2, при том, что этот анализ должен проводиться в одной и той же лаборатории и подсчитываться, по сути, глазами одного и того же морфолога. И на этом слайде представлены варианты развития миодиспластического синдрома. То, о чем мы говорили, это 30% пациентов имеют шанс перейти в острый лейкоз, 30% это пациенты, у которых нарастает цитопенический синдром, это те пациенты, у которых будет нарастать аплазия кроветворения, и треть пациентов, это те пациенты, у которых достаточно стабильное течение, на первый план у которых выступает сопутствующая патология. Можно ли заранее уже на момент постановки диагноза верифицировать, по какому пути будут развиваться пациенты уже с учетом этих данных и выбрать стратегию и тактику ведения этого пациента. В этом помогает прогностическая шкала ИПСС и ее пересмотрены варианты ИПССР, которые строятся на особенностях цитопенического синдрома, проценте бластных клеток в костном мозге и особенностях цитогенетического исследования. Именно эта шкала и позволяет выделить в старой версии 4 прогностические группы, в новой версии 5 прогностических групп. Мы уже это как-то с вами обсуждали на прошлых чтениях в Тургеневской библиотеке, о том, что ИПСС мне нравится больше, что она четко делит МДС на две группы, низкого риска и высокого риска. В ИПСС есть группа промежуточного риска, которую можно отнести к группе низкого риска и к группе высокого риска. И зачастую стратегия для группы промежуточного риска, это посередине линии графики ИПССР, для нее подходят терапии как из группы низкого риска, так и из группы высокого риска. И опять же, определение мутационного статуса, это выявление мутации уже в дебюте заболевания, в начале, при построении кривых позволяет выделить, что те пациенты, у которых выявляются мутации в генах сплайсинга, они живут достоверно лучше, чем те пациенты, у которых к этим мутациям прибавляются мутации в генах ДНМТ3А, Т2, АСХЛ1, АДХ1, АДХ2, это зеленая кривая, а первая – это желтая кривая. И те пациенты, у которых к этим мутациям еще прибавляются мутации в генах ФЛТ3А, РАНХ, либо появляются мутации ТП53, они имеют достоверно худший прогноз общей выживаемости по сравнению с другими пациентами. И очень важно, что мутация ТП53 важна не только для всей когорты пациентов с мелодиспластическим синдромом, который достоверно изменяет их прогноз жизни, но и также очень важно смотреть эту мутацию пациентов с изолированной делец длинного плеча 5-й хромосомы. Потому что если мы видим у пациентов уже в начале мутацию ТП53, возможно, они в будущем ответят на терапию линолидомидом, но продолжительность ответа будет очень короткой. И этих пациентов, особенно если это молодые пациенты, необходимо как можно раньше переводить на трансплантацию и планировать более агрессивные подходы к лечению. На этом слайде представлена уже, наверное, хорошо вам знакомая схема по выбору тактики терапии у больных из группы низкого риска. На этом слайде представлена тактика терапии из группы высокого риска. И основными задачами в терапии группы низкого риска является коррекция цитопенического синдрома, если она требует коррекции, снижение зависимости от трансфузии компонентами крови, улучшение качества жизни и достижение цитокинетической ремиссии. И позвольте вам показать ту ромашку, которую я уже начала показывать на московской конференции. Это терапевтические опции, которые могут у нас быть в наличии к 2030 году. Мне эта перспектива очень понравилась, и мне бы хотелось вам показать некоторые примеры этих возможных терапевтических опций через 10 лет. И один из первых перспективных препаратов – это Роксадустат, либо Ингибитро ХИФ, который стимулирует эритропоэс в результате повышения уровня эндогенного эритропоэтина. И именно этот препарат может сработать тогда, когда не работает экзогенный эритропоэтин. Эффективность экзогенных эритропоэтинов достаточно высока, если их использовать в целевой группе. И эффективность может достигать даже 100%. Это у больных рефракторными аномиями с кольцевыми седробластами, если у них низкий уровень эндогенного эритропоэтина, даже не то, что ниже 500, менее 200, когда гемоглобин менее 100, невысокий ферритин и невысокая трансфузионная нагрузка. И очень важно понимать, что назначение эритропоэтинов очень важно именно на ранних этапах заболевания, когда пациент еще трансфузионный сильно независим, и когда уровень эндогенного эритропоэтина идеально меньше 200. И дозы эритропоэтина должны быть адекватными. Но последние годы у меня как-то дозы эритропоэтинов из города Москвы не вызывают сомнений, потому что эритропоэтин стал назначаться в адекватных дозах и адекватно терапии эритропоэтинами проводится. Но я могу подчеркнуть, что это те пациенты, которых иногда мне случается видеть у нас в поликлиническом приеме. Следующий препарат – это ЛУС-Патерсеп, ингибитор сигнального пути, TDG-бета. И в настоящее время проводятся исследования, очень много исследований. И вторая фаза исследований показала, что в 63% случаев можно добиться эритроидного ответа. И чаще это пациенты с рефрактерными анемиями, с кольцевыми сидробластами. То есть вот то, с чего мы начали, что исследования на кольцевые сидробласты очень важны у этих пациентов, потому что в перспективе может быть точечная терапия, таргетная терапия, именно которая рассчитана на достижение хорошего эффекта у больных с кольцевыми сидробластами. Хилаторная терапия – то, с чем мы уже пользуемся практически 10 лет. И это терапия, которая позволяет избавлять пациентов от избыточного железа. И на этом слайде представлены недавние данные. Это данные 2017 года. Профессор Олейч из Канады, она эксперт в плане хилаторной терапии у пациентов с мелодиспластическим синдромом. Очень хорошо видно, что хилаторная терапия достоверно увеличивает общую выживаемость у пациентов, которым проводится трансфузионная терапия. И даже если взять одинаковые пары больных, то на фоне эпигенетической и иммуномодулирующей терапии, добавление хилаторной терапии достоверно увеличивает общую выживаемость и позволяет этим пациентам жить дольше, чем пациентам, которым хилаторная терапия на фоне изменяющей болезни терапии не проводилась. И помимо всего прочего, того, что мы увеличиваем и качество жизни пациентов, и увеличиваем их общую выживаемость, в том числе в ряде случаев это приблизительно 15-20% пациентов, у которых можно достичь и гематологического ответа, который проявляется в виде повышения показателей гемоглобина, тромбоцитов, лейкоцитов, снижения зависимости от трансфузии донорскими эритроцитами и тромбоцитами. Следующая опция, и она у нас уже стала реальной, мне бы хотелось сказать, что вчера мне сообщила компания Салджин о том, что линолидомид официально будет зарегистрирован, и уже есть положительное решение расширения показаний и регистрации линолидомида при милодиспластическом синдроме с 5-ку минус. Несмотря на то, что Москва уже давно лечит пациентов, да, и назначает пациентам линолидомид при МДС-5-ку минус, но на сегодняшний день это уже становится более реальным, и возможно... Вы как-то очень тяжело вздохнули, Вадим Вадимович. Понимаете, это не семенезология. Ну, может быть, в перспективе это и в семенезологиях появится. Слава Богу, что хотя бы регистрация появилась. Да, это уже... Это уже большой плюс, потому что, на мой взгляд, это... Снимает с нас обвинение вуфлейбле. Да. Да. И, на мой взгляд, очень красивые эффекты, когда трансфузионно-зависимым пациентам назначается линолидомид, и они через 2-3 курса становятся трансфузионно-независимы, и гемоглобин повышается до нормальных значений, и, конечно же, качество жизни несопоставимо с тем, когда пациенты находятся на постоянных трансфузиях. И вероятность достижения на фоне терапии линолидомидом у пациентов с 5-ку минус составляет 70%. При этом достигается не только клиника гематологическая ремиссия, но и цитогенетическая ремиссия. И даже если мы отменяем линолидомид, и у пациентов сохраняется клональное кровотворение, то есть не достигается полная цитогенетическая ремиссия, и через какое-то время происходит возврат болезни, клинический возврат болезни, то линолидомид в таком же проценте случаев эффективен, если не появляются новые аномалии креотипа, и в частности аномалии седьмой хромосомы. И, как я уже говорила ранее, желательно у пациентов до начала терапии линолидомидом также исследовать наличие мутации ген ТП-53. Следующий л-тромбопаг и ромиопластин для группы низкого риска, которые также пока не зарегистрированы, и пока не входят в клинические рекомендации. И только во Франции, по-моему, агонисты тромбопоэтиновых рецепторов рассматриваются как терапевтическая опция для пациентов МДС с низкими тромбоцитами, и нигде пока эти препараты не зарегистрированы, но назначение л-тромбопага и ромиопластина, возможно, могут повышать уровень тромбоцитов и снижать вероятность развития тяжелых геморрагических синдромов, в том числе и кровоизлияния в головной мозг. И если на первых этапах появлялись данные о том, что у пациентов, которые получают л-тромбопаг, увеличивается вероятность трансформации в остролейкоз, и это связано с тем, что все-таки стимуляция осуществляется на уровне стволовой клетки, то последние данные не показывают такой яркой увеличение трансформации в остролейкоз. 12% против 11% и 6% против 4,5%. То есть это не такие достоверные различия, которые не позволяли бы использовать эти препараты у больных МДС. Но я повторяюсь, они пока не зарегистрированы. Трансплантация аллогенных гемопоэтических стволовых клеток при низком риске на сегодняшний день. Это, наверное, нужно очень хорошо подумать и принять такое взвешенное решение, что при низком риске необходимо трансплантировать. Потому что риски ранней летальности, тяжелых осложнений, тяжелых ТПХ достаточно высоки. И кого мы можем рассматривать? Это пациенты молодого возраста, у которых выявляются неблагоприятные аномалии кориотипа, и у которых высокая трансфузионная зависимость, и нет ответа на все линии терапии, включая эритропоэтин, линавидомид и гипометилирующие препараты. И, конечно же, трансплантация аллогенных гемопоэтических стволовых клеток является первым терапевтическим методом воздействия, который позволяет и в единственном варианте достичь биологического излечения от мелодиспластического синдрома. Но на сегодняшний день это возможно только в 5, максимум в 10% случаев. Это связано в первую очередь с тем, что 80% пациентов МДС – это все-таки люди старше 60 лет, у которых есть тяжелая сопутствующая патология, которая не позволяет реализовывать тяжелые такие агрессивные программы. Второй момент – не у всех есть ОШЛЯ совместимый донор, даже в российском либо международном регистре. В третий момент – это все-таки финансовая составляющая поиска донора. Ну и, пожалуй, это все. И основными задачами терапии МДС из группы высокого риска является достижение полной клинико-гематологической ремиссии, достижение цитогенетической ремиссии, достижение клиника гематологического ответа, какого бы то ни было, и поддержка качества жизни. Это особенно важно для пожилых пациентов, у которых не всегда удается реализовать статические методы воздействия. И, наверное, один из наиболее широко применяемых на сегодняшний день являющимся базисным таким вот лечением – это терапия гипометелирующими препаратами. На этом слайде представлены данные нашего центра, и часть больных были из города Москвы, который показал это исследование более чем в течение 6 лет. 81 пациент, вероятность достижения полного ответа на терапию с децитидином и децитабином абсолютно идентичны, и общая выживаемость очень похожа. Я могу сказать, что это наши данные нашего центра, и российские данные. И эти все данные, они разнятся. Если вспомнить выступление Галины Анатольевны на московской конференции, они совершенно разные. И до сих пор существует спор, какой же препарат лучше. На мой взгляд, ответа на этот вопрос нет, потому что очень гидрогенная группа, и одни исследования показывают, что лучше децитабин, другие исследования показывают, что лучше ацитидин. Поэтому, на мой взгляд, самое главное, чтобы пациент получал гипометелирующий препарат. А какое – это уже зависит от возможностей центра. И исследование, если позволить, я очень коротко, 81 пациент, достаточно большое исследование, на общую выживаемость не влияет возраст пациентов, не влияет процент властных клеток на общую выживаемость, не влияет клеточность костного мозга, в том числе и наличие фиброза в костном мозге, по данным гистологического исследования, четко оказывает влияние на общую выживаемость генетические аномалии. И те пациенты, у которых выявляются неблагоприятные аномалии, либо нет метозов в костном мозге, при неоднократных исследованиях, живут достоверно хуже, чем пациенты, у которых выявлены благоприятные аномалии, либо аномалии из группы промежуточного риска. Интересные кривые, да, вероятности достижения ответа, будь то частичного ответа, полного ответа, либо полной ремиссии. И, в принципе, если ответ не достигается к 10 месяцам, то его дальнейшая вероятность эскалации получения ответа, она уже не будет достигнута, да, если у пациента достигнет частичный ответ, он, скорее всего, так и замрет на этом ответе, и в дальнейшем может быть только дальнейшая прогрессия в плане острого лейкоза. И безрецидивная выживаемость, опять же, пациенты, у которых была достигнута полная ремиссия, у которых был нормальный кариотип, либо была достигнута полная энцетогенетическая ремиссия, имеют лучшую общую выживаемость, чем пациенты, у которых был неблагоприятный кариотип. И очень интересные кривые, на мой взгляд, это кривые о том, как гиперментилирующая терапия влияет на общую выживаемость по сравнению с трансплантацией геопоэтических стволовых клеток. И мне бы хотелось обратить ваше внимание на левый слайд, где терапия с этидином сопоставлена с трансплантацией. Если на первых этапах трансплантация имеет более критическое снижение общей выживаемости, то потом, после полутора лет, больные после трансплантации имеют достоверную лучшую выживаемость, чем пациенты, которым невозможно реализовать аллогенную трансплантацию. Поэтому я вас призываю, если вы видите молодых пациентов, молодые у нас считаются малой с 60-65 лет, при отсутствии тяжелых сопутствующих заболеваний, как только верифицировали диагноз МДС, и пациент, вы видите, что может перенести трансплантацию, как можно раньше нужно начинать поиск донора и консультация в Центре трансплантологии. Следующий курс, тот, который мы очень полюбили, и мы его используем, особенно те пациенты, у которых происходит прогрессия на фоне терапии гипометелирующими препаратами, либо это уже острые лейкозы из МДС с неблагоприятным кариотипом, это низкодозные режимы малых доз цитозара и цитарабина с гипометелирующим праймингом. На этом слайде представлены литературные данные о том, что гипометелирующий прайминг достоверно увеличивает общую эффективность, в том числе и полные ремиссии, и достоверно увеличивает общую выживаемость. Этот протокол, который опять же опубликован в серой книге, и на этом слайде представлены данные наших пациентов, которые, как вы видите, общая выживаемость у них превышает 2 года. Но этот пациент, к сожалению, скончался после трансплантации. Безрецидивная выживаемость медиана тоже к моменту проведения анализа не достигнута. И один из таких интересных будущих препаратов, который, наверное, скоро появится, сейчас он доступен по раннему доступу, это винитоклакс, ингибитор BCL-2, который хорошо известен в терапии хронического лимфоликоза. Но очень интересный... Ой, извините, не перескочила. Это препарат, который используется сейчас, проходит исследование по его эффективности в сочетании с гипонетелирующими препаратами, в частности с азоцитидином. И эффект, конечно же, на мой взгляд, очень хороший, потому что вероятность достижения полных ремиссий и костно-мозговых ремиссий составляет 67%. И мне бы хотелось подчеркнуть, что сейчас такая тенденция во всем мире сравнивать какие-то добавки, будь то ингибиторы гистон-дэцетилазы, винитоклакс, ингибиторы какие-то, на фоне терапии гипопентелирующими препаратами, потому что монорежимы уже очень хорошо известны. И эффективность, будь то азоцитидина, либо децитабина, тоже известна. И мы понимаем, что полные ремиссии, к сожалению, достигаются только в 25-30% случаев. Да, эти пациенты достоверно лучше живут, чем пациенты, которые не получают гипометелирующие препараты, но все-таки хотелось бы увеличить эти планки, достижение полных ремиссий. И добавление винитоклакса к азоцитидину позволило увеличить достижение полных ремиссий до 67%, при том, что медиана общей выживаемости превышает 17 месяцев. Регасертип, мультикиназный ингибитор, тоже вот как одна из опций к 2030 году, возможность вероятности получения общего ответа, но пока общего ответа, чуть больше 50%. Я перескочила несколько слайдов своих. На сегодняшний день, это данные на июнь 2018 года, в мире проводятся 100 клинических исследований по оценке эффективности тех или иных препаратов и их сочетаний у больных с мелодиспластическим синдромом, низкого либо высокого риска. Поэтому я думаю, что в ближайшем будущем, хочется надеяться, что это ближайшее будущее, а не очень отдаленное, возможно, мы будем говорить о новых сочетаниях, о новых достижениях, и это позволит расширить терапевтические опции без трансплантации пациентов с мелодиспластическим синдромом и опять же повысить качество жизни и улучшить общую выживаемость не только у молодых пациентов, но и у пожилых пациентов. И с учетом того, что следующий доклад будет посвящен аутоиммунным заболеваниям, мне бы хотелось показать один слайд о том, что аутоиммунные заболевания при МДС нередко. И это исследование, которое было опубликовано в 2017 году, которое показывает, что процент развития аутоиммунных заболеваний вместе с МДС, мы не говорим о вторичном МДС, который развился после лечения аутоиммунных заболеваний с атостатическими препаратами, достаточно высокий, 28%. И это как аутоиммунные заболевания соединительной ткани, гипотириоз аутоиммунным компонентом, ИТП, псориаз, ревматоидный артрит, заболевания воспалительные кишечника, системная красная волчанка. И очень интересно, что если сравнивать больных... 28%? Да, да, да. Вы в это верите? Да, верю. 28%. Я видел работы, ну, более ранее, там в районе 10%. И как бы реально, вот то, что вот мы видим, это, ну, около 10%. То, что каждый третий пациент с МДС, а их, ну, как бы, миллион, их много, страдает системной красной волчанкой, гипотириозом, ревматоидным артритом и так далее, вот как-то это не совсем. Ну, вот это данные, да, Северной Америки, по-моему. Надо это посмотреть, потому что многовато. Чисто так, теоретически, представляется многовато. Ну, может быть, у них просто... Надо посмотреть, перри включения, длительность наблюдения и так далее. Дело в том, что группы, которые были сопоставлены с аутоиммунными заболеваниями и без, они абсолютно сопоставимы. И единственное различие это было в том, что в группе с аутоиммунными заболеваниями больше было женщин. Возраст. Просто не везет. 1400. Вот надо посмотреть, что были за критерии вот этих аутоиммунных заболеваний. Потому что... Аутоиммунные 391 пациент. Ну, реально это каждый третий. Реально это каждый третий. Просто они чаще выявляют МДС. Это дискуссия? Это дискуссия, да. Мы как бы... Это я к тому, что это не редкость. Мы не отнимаем ваше время, да. И что интересно, что больные, у которых МДС выявлялся вместе с аутоиммунным заболеванием, у них общая выживаемость была достоверно лучше, чем без аутоиммунного заболевания. И вероятность трансформации в остеролейкоз у них тоже была ниже, чем у пациентов без аутоиммунных заболеваний. Благодарю вас, выражаю благодарность генетологическому центру и врачам города Москвы, и благодарю вас за внимание. Речь шла об удалении аденомо-парасчетовидной железы. Тромбоциты 50 тысяч. Мегакариоциты были как диспластичные, так и недиспластичные. Назначения бластов не было. Была рефрактерная цитопения. На тот момент хромосомных аномалий тоже не было выявлено. Терапия преднизолоном, повышение тромбоцитов до 200 тысяч. Операция на щитовидной железе, отказ от преднизолона. И через 3 года больная стала прогрессировать медленно, но верно. В избыток пластов с появлением хромосомных аномалий. И вот анализируя такие случаи, уже становится ясно, что действительно МДС с аутоиммунными заболеваниями. То есть ИТП его пациент тоже. Вот иногда бывают такие пациенты, их очень сложно дифференцировать и отделить. И только динамическое наблюдение, именно вот такое полномерное динамическое наблюдение позволяет уже четко верифицировать. Это МДС либо ИТП. Еще вопросы? Спасибо большое. Есть вопросы после химиотерапии, о медитании МДС? После химиотерапии, то есть как вторичного МДС? Вторичного МДС. От года и выше. От года и выше, да. Это вообще очень интересный вопрос, вторичный МДС. Да. Потому что если мы опять возвращаемся к этому клональному кровотворению, то, скажем, высокодозная химиотерапия с аутотрасплантацией сопровождается резким всплеском клонального кровотворения. Но клональное кровотворение мы не смотрели, а вот МДС смотрели. Потому что в течение 10-15 лет МДС настигает каждого десерта. Это 10-15%. То есть все-таки первичный удар, первичный хит, первая мутация драйверная. Это вот вопрос дискуссионных. Многих вещей мы пока не знаем. И мы встречаемся, по всей видимости, с мелодиспластическим синдромом или мелодиспластическими синдромами на разных этапах эволюции. На каком-то этапе мы видим его в виде рефракторной тромбоциты пении и ломаем себе голову, что это такое. И только через 3 года, реально клинически, возможно, получив какой-то дополнительный пинок в виде цитогенетической поломки, мы видим разворот всей картины. Но будем рассчитывать на то, что новая информация о клональном геопазии неясной значимости. Я по-прежнему очень хочу все-таки услышать из уст кинетика, как бы основы вот этой предрасполагающей ситуации. Я надеюсь, нам удастся в следующем году реализовать эти планы. Позволит нам более четко представить себе патогенацию. Пожалуйста, еще вопросы. Как часто можно модерировать у человека с любой стабильной, надевшую после терапии, высокой должности, на твоей респондации, как часто можно модерировать кинетику? Раз в год, раз в два года, раз в три года? Раз в год. Раз в год, да? Это спасет нас? Это может спасти болезнью. Ну как? Раз в год обязательно. Особенно если пациенту, у которого после высокодозной терапии не восстанавливается кроветворение. Оно же почему-то не восстанавливается. А, вы имеете в виду с цитопенией с цитопенией, да, с цитопенией, да. Потому что вопрос звучал, что с цитопеническим символом. Я-то думал, без цитопенией, просто, так сказать, наблюдаю, чтобы не пропустить. Понял? Да? Да? Согласен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!